Доброе время суток у микрофона Роман Слюхнинов. Ранее я показывал как с помощью команды обечайка создавать трубы. Ну и также мы с вами создавали вот эту обечайку и рассматривали новую опцию, которая стала доступна с выходом 16 версии Компас 3D. Опция это выбор типа сгибов. Так вот, сегодня мы с вами рассмотрим еще одну новую опцию, которая также стала доступна с выходом 16 версии. Это сегментация. Что же такое сегментация? Это замена кривольнейных участков контура обечайки аппроксимирующими ломанами, состоящими из сегментов равной длины. И давайте сейчас рассмотрим данную команду. На стандартной панели нажмем по кнопке создать, выберем новый документ деталь. Далее я на панели вид, изменю ориентацию, выберу изометра XYZ. И давайте кликнем по плоскости сверху и создадим на ней эскиз. Давайте запустим команду дуга. Центр дуги будет в точке начала координат. Вот так укажем сейчас начальную точку, конечную. То есть вот произвольно создаем дугу. И давайте завершим эскиз. Эскиз у нас готов. Далее давайте вот на панели элемента листового тела запустим команду обечайка. Итак, уже фантом появился. Ну, расстояние давайте укажем 40 мм. И вот посмотрите, здесь у нас новая вкладка на панели свойств. Вот это вкладка сегментация. Давайте на нее перейдем. И посмотрите, вот эта опция доступна. Видите, да? Здесь можно поставить галочку и мы с вами сможем выполнять сегментацию. Вообще сегментация доступна для окружностей, также эллипсов, ну и также их дуг. То есть если у вас прямой отрезок, естественно, сегментацию там выполнить нельзя. Ну что ж, давайте я сейчас нажму вот сюда. Включу эту опцию сегментация и посмотрите. Фантом изменился и у нас стало доступно 4 способа сегментации. По умолчанию стоит первое, это вот по количеству сегментов и стоит количество сегментов 6. То есть видите, да? То есть у нас получается с вами вот в вершинах ломаных создаются сгибы заданного радиуса. Этот радиус он у нас задается на вкладке параметры. Вот на этой вкладке, также на панели свойств. И получаются у нас с вами сгибы обечайки. Ну в данном случае один сгиб заменяется набором сгибов. В данном случае вот у нас количество сегментов 6. Напомню, этот тип у нас по количеству сегментов. Также есть способ вот по длине сегмента, по углу сегмента и по линейному отклонению сегмента. Давайте выберем по углу, вернее по длине сегмента. Вот тут видите, длина сегмента 37 целых. Ну давайте допустим, мы хотим, чтобы сегмент был длиной 20 мм. Я вписываю 20, нажимаю клавишу Enter и посмотрите, вот у нас длина каждого сегмента 20 мм. Также допустим, давайте перейдем на вкладку параметры. И вот радиус сгиба, про который я говорил. Допустим, мы хотим 10 мм, давайте укажем 10, я нажимаю клавишу Enter. И посмотрите, фантом изменился. То есть вот мы с вами сейчас выполнили сегментацию. Давайте создадим объект, нажмем по кнопке создать объект. И вот, посмотрите, вот наша обечайка создана. Здесь выполнена сегментация. Давайте сейчас выполним развертку. Вот на панели режима, здесь где у нас развертка. Давайте развернем весь список, выберем настроить параметры. И укажем грань, которая будет оставаться неподвижной. Вот давайте вот эту грань укажем. Вот она. Нажмем по кнопке создать объект. Все параметры развертки заданы. И давайте нажмем по кнопке развертка. И посмотрите, вот наша развертка. Далее давайте выйдем из режима развертки. Давайте сейчас рассмотрим еще один пример, где у нас контур обечайки будет содержать несколько дуг. Итак, давайте создадим новый документ. Опять же, на стандартной панели нажмем создать и выберем здесь деталь. Давайте также изменим ориентацию на панели вид. Выберем изометрия XYZ. И опять же, на плоскости сверху давайте создадим эскиз. Сейчас давайте запустим команду непрерывных объектов. У нас по умолчанию стоит создание отрезка. Давайте создадим отрезочек произвольно. Далее, на панели свойств. Выберем здесь вот дуга по трем точкам. Укажем точку на дуге. Укажем сейчас вот конечную точку. Далее снова. Давайте запустим создание отрезка. Вот продолжаем создавать отрезок. Далее, опять же, давайте запустим дуга по трем точкам. Создадим дугу. То есть укажем сейчас точку на дуге. Далее, конечную точку. Так, ну и давайте опять же выберем создание отрезка. Создадим отрезок. И нажмем стоп. Все это произвольно. Вот посмотрите наш эскиз. Давайте выйдем из эскиза. Посмотрите, да, эскиз у нас готов. Он у нас имеет три отрезка. И получается вот две дуги. Давайте запустим команду обечайка. Укажем наш эскиз. Вот эскиз один. И так вот фантом у нас виден. Так, ну и давайте сейчас перейдем на вкладку сегментация. Давайте включим эту опцию сегментация. И посмотрите, да, так как у нас здесь есть и отрезки, и дуги, то посмотрите, каждый участок пронумерован. Вот у нас цифра 1 появилась. Цифра 2 на дуге. Цифра 3 вот на отрезке. Цифра 4 и цифра 5. У нас с вами пять участков. Также посмотрите, появилась опция единые параметры. Сейчас для всех дуг у нас применяется вот один параметр. То есть это вот способ сегментации. Это у нас по количеству сегментов. Можно для каждой дуги настроить по отдельности. Вот у нас получается для второй дуги и для четвертого. Вот второй участок и четвертый. Вот для этих двух дуг можно настроить по отдельности. Давайте снимем галочку. Здесь вот где единые параметры. У нас, посмотрите, вот появилась вкладочка кривая. Открываем вот вторая кривая и четвертая. Можно вообще на каком-то участке дуг отключить. Ну, дуги какие-то исключить. Например, вот на четвертом участке давайте галочку снимем. Посмотрите, да, здесь сегментация вообще перестала действовать. Опять же, давайте галочку включим. Вот она здесь есть. Давайте, вот посмотрите. У второго участка у нас способ с вами по количеству сегментов. Давайте здесь выберем, например, хотим мы восемь сегментов. Нажимаем клавишу Enter. Вот, да, видите, как на фантоме все изменилось. Так, ну а на четвертом участке, вот здесь вот, мы с вами хотим, чтобы у нас, например, давайте был способ по длине сегмента. И длина сегмента, ну давайте, например, 15 укажем. Я нажимаю клавишу Enter. И посмотрите, да, фантом изменился. То есть мы с вами для каждой дуги создали разные параметры сегментации. Давайте сейчас создадим объект. Я нажимаю по кнопке создать объект. И вот посмотрите, обечайка создана. Вот у нас у каждой дуги с вами разные параметры сегментации. Ну и также давайте выполним развертку на панели режима. Здесь вот развернем список, выберем настроить параметры, укажем грань, которая будет оставаться неподвижной. Нажмем по кнопке создать объект. Ну и давайте выполним развертку. И вот наша с вами развертка. Давайте выйдем из режима развертки. На этом видеоурок подошел к завершению. В данном видеоуроке мы с вами рассмотрели новую опцию сегментации, которая вот стала доступна с выходом 16-й версии Компас 3D. Ну и не забывайте заходить на YouTube и подписываться на мой канал. Мой канал единственный, куда я загружаю свои видеоуроки. Здесь также у меня есть несколько плейлистов по Компас 3D, по Solidworks и по Autodesk Inventor. Мой канал вы найдете, забив в поиске Роман Сальхудинов. Вот мой канал. Узнайте по этому баннеру. Также заходите в группу ВКонтакте. Группа называется Видеоуроки Компас 3D Solidworks Inventor. Группу найдете по адресу vk.com. Ну и также заходите на мой блог saproblog.ru Сюда я также выкладываю свои видеоуроки. На этом у меня все. Жду вас в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok